Спасибо за победу, но хочу сказать слова благодарности ребятам, которые смогли дотерпеть и добиться положительного результата. Что касается игры, если разобрать два тайма, в первом тайме что у нас не получилось? Первое, это не получилось, наверное, создать голевые моменты возле ворот. За счет чего не получилось? За счет того, что мы не разворачивали игру, упирались в один фланг, хотели преодолеть хорошую оборонную шахтера, насыщенную за счет какого-то фланга. Но теряли мяч и не получались атаки. Плюс ко всему не было, наверное, фланговых передач, что мы просили от наших крайних нападающих, либо защитников, которые подключаются. Что касается, ну, в перерыве с ребятами переговорили, заострили некоторые детали, на которые надо обратить внимание во втором тайме. Вышли, провели неплохой атаку, с которой забили гол. Вот это и просили, что нам надо были передачи с фланга. Она оттуда пришла, где Бакич реализовал момент. После этого, знаете, понятно, что шахтеру надо было отыгрываться. Они, естественно, начали играть больше первым номером, но моментами, когда мы прессинговали, либо убегали в быстрой атаке, могли, наверное, тоже забить гол. Ну, и хочу сказать, наверное, то, что вратарь у нас сегодня тоже очень хорошо сыграл, выручил в некоторых моментах. Подытожить, вот в конце, наверное, так сказать, что касается по игре. Спасибо. Вопросы? Не будет вопросов. Елизавета, пожалуйста. С вами, прежде чем победы. Поменяли вы сегодня Калинина? Сразу после первого тайма что-то случилось? Или вы просто почувствуете, что нужно усилять атаку? Ну, Калинина, нет, не усилять атаку. У Влада проблема, проблема, наверное, еще была с игрой молодежной сборной. Что мы знали, что у него, хотя, как бы, поговорив с Нехом, он сказал, что все нормально. Но видно, видно, пока был не на 100% готов перерыв, просил замену. Еще вопрос. Скажите, что с бегунок, когда Романа сможем увидеться на поле, нам не восстанавливается? Ну, не восстанавливается. Вопросы есть. Ну, сегодня было обследование, мы проводили обследование. Там по результатам обследования доктор должен сдать. Есть пока у Ромы небольшие проблемы со здоровьем. Еще такой интересный момент. В этом сезоне никому не удавалось обыграть «Шахтер» более чем 1-0. Это максимум, когда они выступали. Это связано с их хорошей защитой, как вы сегодня чувствуете? Да, вы все правильно говорите. «Шахтер» — это одна из команд, которых меньше всех пропустила в нашем чемпионате. Естественно, у них есть хорошие исполнители как в обороне, так и в атаке. В атаке у них вообще очень большая группа хороших исполнителей. Ну, и, видите, ну, хотя были моменты, где мы могли, наверное, еще реализовать. И в конце у нас довольно плотный октябрь. Некоторые игры там буквально через 3-4 дня. Тут у нас еще в начале ноября ждет перенесенный матч с энергетиком в БГУ. Довольно плотный график. Может ли это быть проблемой на конец сезона для ребят? Ну, проблемой, наверное, календарь для всех. Единственное, что у нас — это несыгранная игра. Нам чуть, может, потяжелее будет в некоторых моментах. Ну, все будет зависеть, в первую очередь, как я вижу, концовка — это от психологии. Как мы подойдем в психологическом плане к этим играм. Плюс не хотелось бы, конечно, никаких микроподвреждений, либо болезней. То есть вот этого надо избежать, я думаю, тогда. Ну, по сути, да, будет очень тяжелая у нас. Очень серьезные игры. Даже касается, что в следующей игре надо быть готовым. Спасибо. Три игры на тракторе, три победы. Хочется возвращаться на Динамо. С какого цвета? Ну, тут не в результате дело. Не хочется возвращаться. Мы же играем для болельщиков. Понятно, что комфортнее, наверное, играть на Динамо. Комфортнее для болельщиков быть на Динамо, скорее всего. Но то, что касается, если поле, то можно сказать, наверное, спасибо тоже работникам. Даже при такой погоде, то, что у нас было сегодня целый день, и ночью лил дождь, в принципе, поле, наверное, в каких-то моментах выдержало. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы? Мирич Чорчить чуть ранее сказал, что Душан Баки чуть ли не главная опасность в чемпионате Беларуси сейчас. Как прокомментируете? Главная опасность, но нападающий такой и должен быть. Задача нападающих, в первую очередь, это забивать голы. Когда ты забиваешь голы, то есть к тебе меньше всего, наверное, вопрос уже в других компонентах. Спасибо. С переходом лидера Габриэля у нас пять матчей из шести на ноль. Связка Габриэля и Швецов сейчас лучше чемпионата Беларуси? Не так сказать, что не лучше. Есть хорошие связки в других командах, но то, что касается нашей команды, то если они сейчас играют в основе вдвоем, значит, они, наверное, для меня и для нашего тренерского штаба это лучшая пока что связка. Хотя, с другой стороны, у нас есть такие же футболисты, как и Сочевка, и Наумов. Это ребята все время готовы нам помочь, если кто-то из них не сможет. Я считаю, что они тоже очень квалифицированы и помогают нам вкладывать в командный результат тоже свою силу. Все, вопросов больше нет? Еще раз подъезд. Спасибо большое.